Всем привет! Добро пожаловать на 50 уроков информатики. Если ты еще не видел, что это такое, зайди обязательно в плейлист и посмотри. Это последовательные маленькие короткие уроки информатики. И тема сегодняшнего урока это выигрышная стратегия. Поехали! Информатика за 50 уроков. 50 уроков информатики. Канал физика-информатика Школкова. Если ты еще не видел, что это такое, зайди обязательно в плейлист и посмотри. Это 50. 50. 50. В математических и информатических задачах на теорию игр существуют некоторые правила, стандартные, которые позволяют задачу, игру, продумать до конца. Это означает, что в игре не должно быть никаких случайностей, то есть она должна быть детерминированная. Также в игре должно все в целом просчитываться, то есть детерминированная игра на каждом шаге, выбор делается не за счет монетки, не за счет какого-то там рандомного события, а каждый человек, каждый игрок сам делает этот выбор, то есть может просто сделать либо А, либо Б, либо С. Итак, первое правило — детерминированность. Второе правило — конечность. Это значит, что игра должна рано или поздно заканчиваться. Это значит, что не может быть какого-нибудь там цикла или бесконечной возможной игры. И, например, если у вас есть какая-нибудь игра, где можно к какой-нибудь кучке камней прибавлять ноль, то такая игра потенциально может быть бесконечной. Оба игрока будут делать плюс ноль, плюс ноль, плюс ноль, плюс ноль, и игра никогда не закончится. И, соответственно, третье. У игры обязательно должно быть в конце какое-то условие победы. Понятно, что мы будем рассматривать игры только пошаговые, то есть не те игры, в которых, например, не знаю, какая-нибудь борьба или бокс, это в каком-то смысле тоже игра, но она совершенно не пошаговая. Каждый делает действия прямо одновременно друг с другом. В математических, в информатических играх мы будем рассматривать игры, в которых я сходил, ты сходил, я сходил, ты сходил. И игра должна заканчиваться через некоторое конечное число ходов обязательно. При этом игра должна быть полностью на каждом шаге детерминирована, при этом игра должна быть без случайностей. Вот такие вот три правила мы зададим для того, чтобы сформулировать понятие игры. Ну так что, давайте поиграем. Я предлагаю такую игру со всеми вот этими условиями и правилами изобразить в виде дерева. То есть мы начинаем в какой-то позиции, в какой-то позиции какой-то игры. Первый игрок может сделать либо одно действие, либо другое, либо третье, либо четвертое. То есть я буду рисовать граф. Каждый раз, когда он делает определенное действие, он переводит в игру в другую позицию. Это первый игрок сходил. После чего ходит второй игрок. Нарисуем его маркером другого цвета. У второго игрока из этой позиции есть два хода синеньким. Отсюда только один ход. Отсюда какие-нибудь три хода. И отсюда еще какие-то ходы. Некоторые из них, возможно, приводят в такие позиции, в которых мы уже были, но это не важно. Важно то, что мы можем для каждого хода игрока расписывать такое дерево. Например, представьте себе игру в шахматы. Исходной позицией является позиция, где все фигуры стоят, соответственно, на двух рядах ближе. Вот все белые пешки стоят вот здесь, например. Все черные пешки стоят вот здесь. Все фигуры белых стоят там. Все фигуры черных стоят тут. Обычная доска 8 на 8. И это стартовая позиция. Отсюда есть некоторые допустимые ходы первого игрока. Вот из этой позиции можно попасть в позицию, например, в которой белая пешка стоит уже не вот на какой-то такой позиции, а на два шага впереди. Вот то есть белые пешки стоят тут. И одна белая пешка сходила чуть-чуть. А черные все еще стоят здесь. То есть, когда я вершину графа рисую, эта вершина, это на самом деле некоторая позиция в партии. Шахматы, кстати, удовлетворяют всем условиям. Еще раз подумайте. Эта игра абсолютно пошаговая. Я хожу, вы ходите, я хожу, вы ходите. Эта игра детерминированная. Там нет никаких случайностей. То есть, каждый ход это просто вот некоторый набор возможных ходов. Да, дерево будет очень большим. Вот во все стороны очень много ходов на каждом шаге. Но при этом эта игра конечная. Ну, если учитывать условия про то, что трехразовое повторение определенной позиции это ничья. Тогда, вы понимаете, просто с помощью комбинаторики можно посчитать количество всех возможных позиций шахматных фигур на доске. Мы не будем этого сейчас делать. Их очень-очень-очень много, но они бесконечны. Это значит, что если игра будет длиться достаточно долго, то какая-нибудь позиция повторится раз, потом два, потом три. В классических правилах шахмат это означает ничья. Следовательно, шахматы это конечная игра, которая всегда приводит либо к победе, либо к поражению, либо к ничьей. Значит, шахматы удовлетворяют всем правилам. Из этого, кстати, следуют некоторые интересные факты, которые мы позже узнаем. Пока просто думайте про шахматы, как про огромное дерево, в котором можно очень много, прошу прощения, в котором можно очень много различных ходов делать на каждом шаге. То есть, разветвление в шахматах, оно просто глобально гигантское. У нас так много ходов уже даже первым ходом, то есть, все пешки могут сходить на один шаг вперед, или на два шага вперед, или какой-нибудь конь может выпрыгнуть сразу. После чего из этой позиции у черных есть тоже очень много возможных ходов и так далее. И поэтому шахматы достаточно сложно просчитать из-за того, что такое дерево огромное. Но некоторые игры достаточно просто просчитать. Что я имею в виду под словом просчитать? Здесь мы очень плавно подходим к понятию выигрышной стратегии. Итак, выигрышная стратегия это такой набор правильных ответов на вопрос, куда сходить. Если вы будете применять именно такие ходы в вершинах, в которых вы оказались в этом графе, то вы обязательно придете к победе. Еще раз, выигрышная стратегия, говорят, что у игрока есть выигрышная стратегия, если он может ходить определенным образом из любой позиции, и всегда игра будет заканчиваться его победой. Еще раз, выигрышная стратегия это когда у вас есть такой огромный набор правил. Для первого игрока, например. Если ты оказался в этой вершине, то вот из этих вот четырех веточек выбирай именно такую. Тогда твой оппонент может сходить сюда, сюда, сюда или сюда. Но для каждой из этих четырех позиций у первого игрока опять есть в руководстве, куда сходить. Сюда ходи, отсюда ходи именно вот сюда, отсюда ходи именно сюда, при том, что там есть какие-то другие линии, но это не важно. Отсюда ходи сюда. Куда бы ты ни попал, у второго игрока есть какие-то варианты, как он может из этих вершин куда-то там сходить. И как бы ни играл второй игрок, первый всегда будет ходить так, что потом придет к победе. Тогда говорят, что у первого есть выигрышная стратегия. Аналогично. У второго игрока есть выигрышная стратегия, если вне зависимости от того, куда сходил первый. Второй сделает такой волшебный ход, что вне зависимости от того, куда сходил первый. Второй снова сделает такой волшебный ход, что и так далее. Давайте я покажу вам пример игры с выигрышной стратегией у одного из игроков. Представьте себе, например, что у вас есть куча из шести камней. И в данной задаче можно брать из этой кучи 1, 2, 3, 4 или 5 камней То есть у вас есть 5 возможных ходов Кто выигрывает в этой игре? Я когда спрашиваю, кто выигрывает, я спрашиваю, у кого есть выигрышная стратегия? Изначальная позиция 6 Куда может сходить первый игрок? Он может сходить 5, это значит минус 1 Он может сходить в 4, это значит минус 2 Он может сходить в 3, это значит минус 3 А также в двойку и в единицу В 0 он сходить не может Я про эту игру рассказал только стартовую позицию и возможные ходы Я не рассказал условия победы Условием победы в данной игре будем считать, что... Короче, проигрывает тот, кто не может сделать ход То есть проигрывает тот, к чьему ходу в кучке 0 камней Если вы взяли последний камень, вы выиграли Вот так вот Кто взял самый последний камень, тот победил Может ли первый игрок выиграть сразу за один ход? Нет, он может брать только 1, 2, 3, 4 или 5 камней Второй игрок может из позиции 1 выиграть в 0 Из позиции 2 он тоже может выиграть в 0, а может взять 1 камень Формально на дереве есть оба хода Мы, конечно, знаем, что второй игрок, будучи оптимальным и играя для себя идеально Никогда не будет из двух камней брать 1, он сразу возьмет 2 и выиграет Но рисовать на дереве мы все равно должны все полностью Если мы хотим полный граф для данной задачи нарисовать Полный граф не путайте с полным графом, в котором все ребра проведены Итак, 3, 2, 1 и 0 И мы видим, что у второго игрока нули, кажется, есть вообще во всех вариантах То есть он может взять 5 камней, может взять 4 камня, может взять 3 камня И останется при этом 2 Может взять 2 камня и останется 3 Может взять 1 камень и останется при этом 4 0 камней брать запрещено Иначе игра могла бы быть бесконечной То есть кучка точно будет уменьшаться Надо ли нам дорисовывать следующие возможные ходы первого игрока вот отсюда? Нет, не надо Мы на самом деле мгновенно понимаем, что у нас тут просто есть очевидная выигрышная стратегия у второго игрока Какая? Куда бы ни сходил первый игрок, второй всегда будет брать все камни и попадать в 0 То есть на самом деле у второго игрока есть выигрышная стратегия Вне зависимости от хода первого игрока, второй выигрывает Вот так вот Вот что такое выигрышная стратегия Переходить на следующий урок Давайте посмотрим дальше что вообще там еще уготовил нам плейлист до новых встреч подписывайся на канал ставь лайк видосу и скидывай его друзьям пока пока